Новая школа. На каком этапе находится процесс строительства нового учреждения образования? Новогодний променад. По улице Карла Маркса гуляет Дед Мороз и Снегурочка из разных десятилетий. Кунгур выбирает спорт. На стадионе труд состоялось закрытие проекта «Кунгур в спорте». Строительство нового корпуса 21-й школы для города – историческое событие. Последний раз учебное заведение в Кунгуре строили 50 лет назад. Моя дочь Юля учится в 6-м классе школы 21. Старшие дети также учились в этой школе. Мы всегда хотели, чтобы у них было больше возможностей. Актовый зал, специализированные кабинеты, несколько спортивных залов. Наша семья очень рада, что наша младшая дочь, благодаря строительству новой школы, будет иметь такую возможность. Когда новая школа будет построена, в здании, где обучаются начальные классы, переедет коррекционная школа. Сейчас детям приходится учиться в трех разных зданиях. Строительство этой новой школы – это будет очень здорово для наших детей. И все родители этому рады. Все родители прямо так с воодушевлением восприняли эту новость, что наконец-то наши дети… Мы готовы потерпеть немножечко. Пока вот идет строительство, мы готовы потерпеть, немножечко в разных зданиях поучиться. Но мы знаем, что конечный итог будет – наша школа в одном здании. 21-я школа – одна из самых многочисленных в городе. В ней обучается около 1 200 учеников. Поэтому новая школа на 825 учащихся значительно снизит нагрузку и облегчит работу учителей. И строительство здания поможет нам перевести большую часть классов обучаться в первую смену. Конечно же, это повысит успеваемость и качество обучаемости в нашей школе. Кроме этого, строительство нового здания поможет нам организовать и разнообразить внеурочную деятельность в нашей школе. Площадку для строительства школы выбирали на протяжении трех лет. Здание построят в микрорайоне Железнодорожной по адресу улица Красногвардейцев, 47. Сейчас идут подготовительные работы. Подрядчик оформил договор безвозмездного срочного пользования земельным участком под строительство. И ведет подготовку к проектно-изыскательным работам. В том числе запрашиваются технические условия для проектирования вынос сетей из зоны застройки вырубка определенного количества деревьев. Разработан эскизный проект также на сегодняшний день. И эскизный проект разработан на четыре этажа в данной школе. Один из них является подземным. Окончание проектно-изыскательных работ планируется на март 2021 года. После чего будет проведена государственная экспертиза проектно-сметной документации. Если работы пройдут по плану, то в сентябре 2022 года в Кунгуре появится новая школа. Важные вопросы, итоги уходящего года и планы на 2021. В администрации состоялась встреча главы города с лидерами общественных организаций. В первую очередь, в канун уходящего 2020-го подводятся итоги года. На борьбу с новой коронавирусной инфекцией администрация города бросила все возможные силы, но не без помощи общественных организаций. Мы проводили работы с обработкой санитарной зданий, помещений, автобусов и остановок, то есть не сидели на месте. Мы выстраивали работу как с вами, так и с другими лицами. Поэтому еще раз огромное спасибо вам за работу. Среди прочих тем объединения города и района. Уже сейчас идет закладка основных планов по развитию будущего Кунгурского муниципального округа. Лидеры общественных организаций выступают с различными просьбами и предложениями в адрес органов власти. Когда я все это слышала, все планы, у меня-то в голове прям сидит, что и вот этот год пандемии на этот показал. Городу, ну, наверное, не меньше, чем новая школа, нужна современная взрослая поликлиника. Новый министр, Алексей Владимирович Крутин, совершает поездки по территориям. Была, конечно, самых проблематичных территорий, слава богу, что у нас там с вами нет. Но, тем не менее, что в январе месяце мы ожидаем приезд в министр здравоохранения. И я думаю, что мы обязательно устроим встречу с общественным советом. Уникальная возможность. Вниманию гостей администрации представлены масштабные планы на грядущие годы. Впереди юбилей года. Строительство новой школы, реконструкция стадиона труд. И это лишь малая часть запланированного. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте. Считанные дни остаются до того, как 2020-й станет историей. И мы продолжаем подводить его итоги в нашей студии. Сегодня наше вопрос отвечает первый заместитель главы Кунгура Олег Лихачев. Здравствуйте, Олег Юрьевич. Здравствуйте, Лена Алексеевна. Начнем с начала. Какие задачи вы ставили перед собой в начале этого года? Придя на должность первого заместителя главы, я поставил для себя приоритеты. Это, первое, аварийное жилье, которое у нас в городе, как вы знаете, в достаточном количестве. Второе, тоже веткость наших сетей. Это веткость сетей тепловых, веткость сетей водопроводных. Еще одна из задач, которая была поставлена передо мной, это наличие несанкционированных свалок. Это не своевременный вывоз мусора. В общем, все, что нас окружает, все, что окружает каждого нашего горожанина, нашего кунгуряка, это находится в зоне моей ответственности. Я поставил задачу, чтобы составить благоприятное, сделать благоприятные условия для наших горожан. Задача не из простых. Все ли получилось так, как было задумано? Ну, наверное, не мне подводить, скажем, анализ моей деятельности. Ну, скажу, что, конечно, не в полной мере удовлетворен тем, что я сделал, но, тем не менее, вектор выбран. Считаю, что мы идем по правильному пути. По крайней мере, у нас есть команда, с которой мы работаем. В дальнейшем, когда будет объединение города и района, соответственно, задач будет больше. Ну, и команда будет у нас сильнее. Я думаю, что мы сообща решим все задачи, которые мы поставили. Ну, все равно мы подводим итоги года, давайте все-таки пробежимся по пунктам. То есть, что было сделано, чего-то все равно, не только же неудачи были же и успехи. Ну, как я сказал, приоритет, если было расселение ветка аварийного жилья. Губернатор обещал, губернатор сделал, выделил деньги по опережающему финансированию. Деньги, первый транс пришел, порядка 50 миллионов. Сегодня управленная жилищная политика этим вопросом занимается. То есть, идет выкуп жилья, муниципального жилья, которое было в муниципальной собственности. Деньги получают, соответственно, те жители, которые обращались в суд. Надеюсь, что в первых месяцах, январь, февраль, остальной транш, порядка еще около 200 миллионов придет. Мы эту проблему решим. Но, расселяя из аварийного жилья, мы должны помнить, что мы должны строить. Значит, вектор в этом направлении тоже есть. Есть у нас разыгран контракт. Значит, срок сдачи 22-й год. Надеюсь, что следующий год будет у нас переломным в плане строительства нового жилья. Что касается второго направления, это износ тепловых и водоводных сетей. В этом направлении у нас консессионер, тимсервис работает, но, с моей точки зрения, неплохо. Мы подготовились к зимнему периоду. В течение летнего-осеннего периода у нас было заменено более трех километров теплотрасс. Была модернизирована система отопления. Были заменены котлы некоторых котельных. Поэтому в этом направлении тоже мы идем к тому, чтобы войти в программу, государственную программу финансирования. Там достаточно крупная сумма, чтобы в том числе заменить сети по улице Свердлово. Мы сейчас знаем, да, у нас постоянно, почти в каждом деле были аварии. Свердлово, просвещение, Карломарс. Это вот основные источники тепловых сетей, которые мы планируем заменить. Что касается сетей, которые поставляют воду, в данном случае водоканал осуществляет инвестиционную программу. Согласно этой программе проведен новый водовод 1785 погонных метров. Кроме того, было поменено 875 погонных метров старого водопровода. Вот что касается тепловых сетей и тех приоритетных направлений, которые поставили. Продолжали в городе реализовываться программы, например, «Комфортная городская среда». Вот ее итоги давайте подведем. «Комфортная городская среда» у нас, данная программа действует второй год. Значит, мы постарались изменить концепцию и направление этой программы. Я имею в виду то, что мы, вот ту программу, которую осуществляем, значит, дворы, ремонтируя дворы, мы идем к жителям и спрашиваем, что вам надо. И после этого уже делаем то, что они попросили. И то, что именно вязали сверху. Попросили, спросили, они же приняли эту работу. Таким образом, у нас было принято и сделано 7 дворов «Комфортной городской среды». Кроме этого была оборудована площадка, так называемая у нас в центре Пупа. Много критики, много вопросов по этой площадке. Ну, значит, что могу сказать? Получилось, как получилось, но в данном случае есть общественная комиссия, которая приняла этот проект. Хороший он или плохой, ну, это, наверное, уже нам покажет история и жизнь. Но, как говорил Сергей Павлович Королев, критикуя, предлагая, делая, сделая, отвечая. Поэтому давайте мы открыты для общения всей общественной территории в будущем обсуждать вместе, сообща, не только общественной комиссией, но и жителями города. Ну, еще строились спортивные площадки впервые в прошлом году, в этом году, вернее, «Кунгур» стал победителем конкурса инициативного бюджетирования. Эффективна программа, как вы считаете? Значит, инициативное бюджетирование, и считаю, что четыре площадки, которые были, ну, не столько спортивные, наверное, там они, как скажут, детско-оздоровительные направленности, только благодаря депутатскому корпусу и благодаря депутатам, которые находятся на этих территориях, сейчас фамилии не буду говорить, чтобы не обидеть других, кого не вызову, значит, только благодаря этим депутатам четыре проекта были заявлены, и к нашему счастью и радости четыре проекта были выиграны. Я думаю, что не будут повторяться эти проекты, все знают, они работают, я думаю, что и будут приносить пользу нашим жителям. Вы продолжали ремонтироваться дороги, тротуары, тоже ваша сфера? Вот сколько было сделано? Да, все, что вокруг нас, это как бы сфера первого заместителя. Значит, когда я еще был депутатом, и наша фракция шла, скажем, с таким лозунгом, второсипедные дороги, тротуары, чистка берегов. Ну, одно дело депутатам, как бы там, да, другое дело, когда сам за это отвечаешь, исполняешь совершенно другая разница, как другую-другой калинкорн. Ну, мы сделали, мы сделали, да, второстепенный дорог, 13 адресов. Правда, не так разрознено, это невинно, да. Тротуаров построили более 5 километров, я не знаю, когда там было, но видите, что берега мы начали чистить, начиная от пупа. И дальше пойдем, все это будет очищено. Ну, еще и боролись с мусором темнотой. Мусор темнота, наверное, вечная проблема, но, значит, более-менее навели порядок. Вы сейчас видите, наверное, видите, что кольцевой сбор, он у нас практически сокращен. Мы поставили контейнер площадки там, где у нас собирались кучи мусоров, и вывозилось раз в неделю. То есть сегодня возникает обязанность при поступлении и появлении контейнера обязанность у оператора вывозить ежедневно. Поэтому в этом плане мы продвинулись в этом направлении. Что касается веток, да, долго дискутировали и искали, кто должен вывозить. Ну, в конце концов, не дождавшись ответа, определились сами, в том числе с помощью предпринимателей, которые нам оказали содействие, с помощью управляющих компаний, ну, с администрации. Вывезли, ну, как мне докладывали, все ветки, которые накопились за несколько лет. Считали, сколько грузовиков? За несколько лет. Это очень много грузовиков, там больше трех десятков грузовиков, веток. Ну, надеюсь, что в этом плане тоже будем работать и наводить порядок. Ну, в завершение я прошу каждого гостя, ну, а вас тем более, вы уже совсем перед самым Новым годом выходите в эфир, поздравить с Новым годом. Прошу вас, глядя в камеру, поздравить каждого конгрека. Уважаемые жители города, уважаемые друзья, мы провожаем 20-й год. Для кого-то он был трудным, для кого-то был не очень трудным. Но в целом был он все равно год, это как погода не может быть хорошим или плохим. Я поздравляю всех с наступающим Новым годом. Желаю только одного – здоровья. Спасибо. Спасибо вам, Олег Юрьевич. Тоже вас с наступающим Новым годом. Напоминаю, что сегодня у нас в гостях был первый заместитель главы «Кунгура» Олег Лихачев. До свидания. До свидания. Встретить не просто Деда Мороза и Снегурочку из других десятилетий может каждый прохожий дворец культуры машиностроителей запустил акцию «Новогодний променад». Сказочные персонажи из прошлого проходят по главной пешеходной улице города. В 50-е вот именно так и одевались. Дед Мороз, ну он у нас стандартный. Шуба, валенки, шапка. А Снегурочки каждый год менялись. Нынче, сегодня вот у нас Снегурочка из 50-х. Это все равно ближе к народному костюму. То есть кокошник, шаль, ну мишура раз Новый год. Дед Мороз и Снегурочка задают прохожим вопрос о событиях, которые проходили в микрорайоне в 50-х. Скажите, пожалуйста, кто еще помнит, что случилось в 50-х в микрорайоне маш-завода? Что, например, здесь построили в 50-х? Велку! Да. Дом культуры, наверное. Спасибо артистам. Спасибо, что они нам напомнили 50-е годы. И вообще это, конечно, здорово. Это несколько неожиданно. Чем сидеть дома, выйти лучше на свежий воздух и прогуляться по нашему Арбату, нашему кунгурскому. Кроме небольшого сладкого подарка, прохожим дарят снежинки с поздравлениями, а Дед Мороз катает на салазках. Увидеть главных персонажей зимы из следующих десятилетий можете и вы. Каждый день с 18 до 19 часов у премьер-зала. В субботу на стадионе Труд состоялось закрытие проекта «Кунгур в спорте». «Кунгур» в прошлом году заявился на крови-конкурс «Мы выбираем спорт» и одержал победу. В рамках проекта в течение года реализован цикл спортивных мероприятий, направленных на привлечение населения к систематическим занятиям физической культуры и спортом. А также благоустроена новая спортивная площадка – скейт-парк с турниковой зоной. На заключительном мероприятии проекта подведены итоги и награждены организаторы мероприятий. На достигнутом администрация города останавливаться не собирается. У нас есть огромные цели и задачи максимально участвовать во всех конкурсах, как регионального, так и всероссийского уровня. Но прежде всего, это выработка умений написания проектов. Второе немаловажное – это заявить о себе на уровне региона, либо России. Ну и, конечно, большая финансовая поддержка, которая никогда не бывает лишней. В рамках мероприятия на ледовой арене стадиона «Труд» прошли соревнования по конькобежному спорту, в которых приняли участие более 70 спортсменов и любителей бега на коньках. Я еще маленькая, 10-го года. У меня есть медали первого, третьего, четвертого. Я с раннего возраста на коньках катаюсь. Мне просто нравится на них кататься. Я решила сегодня поучаствовать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова